Во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда они учились, как поднимать руки в намазе, когда они учились, как шевелить губами, читая дуа Субханака, когда они учились, как держать руки в руку, как держать части тела в сучуде, как сидеть в тахия и читать. Когда они учились этому, они не разделяли между внешней стороной намаза и внутренней сутью намаза. Они не разделяли между изучением того, что нужно говорить, и движениями, то есть внешним, и внутренней сутью, то есть викром, поминанием Аллаха. Они не разделяли это. Когда они изучали Коран во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, учились его читать, у них не было разницы между таджуидом, произношением букв и самим смыслом Корана, и размышлением над тем, что Аллах говорит, впитыванием всего этого и изменением жизни. Они это не разделяли. Все это у них шло рука об руку. В их время это не было разделено. И это очень важный момент, который мы, мусульмане, упускаем. Из-за того, что знания были разделены на разные категории, что произошло сегодня? Вы учитесь, как читать намаз, но в то же самое время вы не вникаете в духовную сторону намаза, не изучаете ихсан намаза, совершенство намаза, погружение в намаз, смирение в намазе, и то, как проявлять скромность перед Аллахом в намазе. Сегодня все это не идет рука об руку, как раньше. Вы ходите на уроки фикха, исламского права, изучаете там разные движения, которые надо делать в намазе, какие слова читать, чтобы все было на своем месте, и это хорошо. Но вас не учат духовной стороне намаза, и это стыд, ведь большая часть нашей религии на этом основана. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.